я пришел за тобой слушай туда машку сделала это ты мне даже писать конечно дам списать лера что ты там делаешь что я и я читаю а я уже почти дочитала рассказ очень очень и очень и очень интересный мне понравился каждый школьник такой от ручки на спасибо у тебя нет у тебя есть точилка? Держи! А у тебя сочиняя красного карандаша нет? Да у тебя вообще что-нибудь есть! Ну и жаль она не надо! Каждый школьник такой! А мне очень нравится Андрей смотри он смотрит на меня Милана давай после уроков пойдем погуляем здесь классно в парке красиво нет это ты красивая что как она могла она предала меня я и этого не прощу неожиданно Настю сбивает машина это Макс был за рулем но он забыл что за плохие поступки надо отвечать вас отправился в лагерь все танцевали в лесу она замечает этого мальчика Кирилл это ты больше нет Кирилла я пришел за тобой сегодня твои любимые школьные истории Артему очень нравилась Настя и он все время думал как бы с ней поговорить об этом но возле Насти все время крутился Макс он говорит что ты не лезешь и вот наступила дискотека школьная Артем пришел к Насте домой потому что мечтал ее провести на дискотеку и тут Настя спускается боже какая она красивая Артем говорит Настя ты просто великолепно выглядишь я хотел тебе сказать одну вещь Настя но все не решался можно я тебя проведу на дискотеку Артем пойми меня уже Макс ведет что Макс с Настей он был очень в шоке ну да расстроился мы дружим и тут на дискотеке Настя замечает как Макс танцует со всеми девочками Артем тоже это увидел и посмотрел что Насте очень плохое настроение Макс потанцуй со мной пожалуйста да не мешай я танцую с Катюха смотри ты же меня пригласил на эту дискотеку чтобы я с тобой танцевала и на Настя не выдержала и убежала с дискотеки а Макс даже не заметил что она ушла и только Артем за ней побежал Настя подожди я бежал за ней вслед остановился я хочу тебе что-то сказать что случилось Артем я не знаю как тебе это сказать я очень долго это держал в себе все-таки решил тебе признаться что расскажи мне ты мне очень нравишься и Артем признался что давно уже влюблен Настю она была очень рада говорит Артем ты мне тоже очень нравишься классно что ты сказал и когда они выросли у них была свадьба да на этой свадьбе очень неожиданно появился Макс он влетел просто в церковь сказал Настя что Макс что ты здесь делаешь говорит я не хочу чтобы сайта свадьба состоялась я сделаю все чтобы ей помешать и отомщу тебе на за что Макс но Настя об этом совсем забыла и они уже переехали с Артемом в новый дом но тут неожиданно Настю сбивает машина это Макс был за рулем скорая помощь мчится скорее чтобы спасти ее и не смогли даже спасти и к сожалению Артем остался один он каждый день приходил к ней потому что он знал что он ее очень любит и очень скучает но мы можем изменить концовку ставь лайк и напиши свой вариант эта история начинается школьным утром когда Андрей просто не сводит глаза с Миланы каждый урок он любуется ей и замечает на одном уроке что Милана тоже обратила внимание на него он даже бедный несчастный покраснел после уроков он мечтал как бы к ней подойти и подружиться с ней и тут он заметил перед школой клумбу и он решает сорвать немножко цветочка пока никто не видит а почему бы не сорвать ей розочку после уроков он встретил на лестнице Милана и наконец-то смог ей рассказать о своих чувствах он сказал что ему очень хочется с ней погулять и она ему очень нравится Милана даже растрогалась сказала с удовольствием пойду погулять а пойдем сегодня после уроков в парк если ты не против я согласна и наши Милана с Андреем пошли после уроков гулять на море они проводили очень много времени очень много гуляли вместе да и Андрей взял Милану за руку Андрей пригласил Милану на пикник они так классно проводили время но за этим всем наблюдал Кирилл он когда-то был парнем Миланы он очень сердился и очень расстроен он вспоминал как они гуляли на этом же пляже сидели смотрели на это же море больше всего на свете он хотел отомстить за то что она его бросила он думал разрабатывал свой коварный план как же это ему сделать он хотел вызвать гостя 666 чтобы он пришел и отомстил за него он не мог ни пить ни есть он постоянно разрабатывал свой план после школы каждую неделю он сидел в библиотеке и знал что скоро все свершится он искал какую-то книгу он не учел одного что неожиданно гость 666 появился вечером в школе раньше чем он обещал когда никого в школе не было уже кроме Кирилла он увидел его и понял что ошибся надо бежать и он понял что надо текать отсюда гость 666 приближался он начал стучать в дверь нет она закрыта но дверь была закрыта его никто не слышал гость 666 приближался и Кирилл понимал что его злоба все стало только хуже на следующее утро в школу пришла новенькая ее звали Маша она увидела объявление Кирилл пропал но тут она столкнулась с мальчиком в коридоре это твои книжки? на книжке было написано на одной из книжек было написано гость 666 странный мальчик но тут зашел в класс Андрей с Миланой пойдем Маша я тебе покажу нашу школу пойдем там уже урок начинается Маша была подругой Миланы и они отправились уже на урок потому что уже опаздывали на уроке Маша не могла никак забыть то что она увидела эту книжку потому что на самом деле Маша знала про гостя 666 и это был ее секрет она сидела в комнате и тут неожиданно все потемнело и никого не стало что что происходит я не знаю в дверь стучали сломали ручку пытались войти что это кто это происходит Маша закрыла глаза она не могла понять она подумала что это ей снится и она сидит на уроке по прежнему но нет продолжали стучать это что гость 666 идет и Маша Маша очнулась оказалось что это ей все просто померечилось она сидела на уроке и в класс зашел и просто мальчик обычный клада одноклассник просто наверное кто то выйдет учитель посмотрел на Машу но Маша заметила странного мальчика в классе он был в капюшоне Маша после уроков отправилась в туалет и она увидела что с ней что то происходит странное что со мной она не знала после уроков она заметила что к этому мальчику пристают она подошла и говорит что вы делаете отстаньте от него эй ты что новенькая Маша совсем потеряла страх прям проблемы с первого дня ищешь ты а ну отстаньте не трогайте его что и такой замечает этот директор нет мы просто Маше школу показываем что ты ага все Маша теперь тебе крышка она хотела помочь мальчику но мальчик оттолкнул ее и сказал не трогай меня зачем ты меня защищала это мои проблемы были она была в шоке она отправилась за мальчиком домой что ты меня преследуешь отстань от меня я же тебе понятно сказала не преследуй меня но Маша знала что какой то секрет есть на следующий день они пошли в кемпинг весь класс отправился в лагерь все танцевали и был тут мальчик который тогда столкнулся с ней с книжками и тут в лесу она замечает этого мальчика который на объявлении это черилл был не может быть пойдем посмотрим они с фонариком отправляются в чащу леса а вот здесь никого нет и ребята очень все я пошел они убежали они убежали но тут они увидели появился кирилл что кирилл это ты нет я не кирилл не кирилл с ним что-то случилось и это что-то мы узнаем в следующей серии ребята мы сейчас переехали в новую страну я думаю многие уже знают что мы переехали в сша мы сейчас майами поэтому у нас еще пока все не обустроено но скоро вы все узнаете до конца до конца до конца до конца